И в завершении выпуска новости спорта. Следующий материал об экстремальном, интересном и доступном виде физической активности – воркауте. Направление далеко не новое, но вот в Нарьинмаре оно только набирает популярность. Интерес к нему спортсмены стали проявлять после того, как в окружной столице появилась специализированная площадка. Ее возвели на средства окружного гранта. Чем же хорош воркаут, расскажем в следующем материале. Это не просто классическое подтягивание. Утяжелителем Артему Деткову служит автомобильная покрышка. Гимнастикой парень занимается около 10 лет. Причем именно уличной гимнастикой. Или, как сейчас принято говорить, воркаутом. Тренажерный зал я не особо люблю. Мне больше нравятся занятия на свежем воздухе. И, соответственно, для меня это большой плюс. И я не люблю тяжелые веса. Мне нравится заниматься с весом собственного тела. Здесь вообще за нестандартные подходы к тренировкам. Вместо тренажеров – турники и брусья. Вместо тесного зала – улица и свежий воздух. Площадку для воркаута в скейт-парке установили около трех лет назад. За это время количество почитателей уличной гимнастики выросло в разы. Ну, конечно, зимой она не так популярна. Но, тем не менее, все равно парни ходят закаленные, занимаются. В основном, это, конечно, летние, теплые тогда дни. И хочу сказать, что возраст от мала до велика, грубо говоря, 10 лет и плюс 20-30 лет. Кстати, периодически здесь проводят открытые тренировки. Одну из них посетил и глава региона. Александр Цибульский пообщался со спортсменами и осмотрел спортивную площадку. И ребята, вместо того, чтобы сейчас бездельничать и не думать, не знать, чем себя занять, и всякие дурные мысли могут в голову лезть, они приходят сюда на площадку, и у них уже, видите, сформировался коллектив, сформировалась компания, которые не говорят о том, где вечером выпить пиво или сколько сигарет сегодня вечером купить, а соревнуются друг с другом о том, кто какие новые сумел трюки сделать и кто больше раз подтягивается. По-моему, это замечательно, это прекрасно. В моем детстве такого не было, я очень жалею. В ходе диалога единогласно решили, подобные площадки для занятий спортом и гимнастикой на свежем воздухе нужны и в населенных пунктах. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.